СИЮН ЗОВ СЕРДЦЕ Катя, здравствуйте! Здравствуйте! Давай, раздевайтесь! Наша студия начинает с фартука. Какие красивые! Это специальные фартуки гончарные, в которых можно не только ехать за столом, но еще и работать за гончарным кругом. Прям такие в народном стиле, как я люблю. А почему клюква? Это называется мастерская. Потому что клюква – это всем понятно, клюква – это вкусно и это полезно. Хозяйка мастерской клюквы Екатерина Тарасова в девичестве, по иронии судьбы, носила фамилию Гончарова. И кто бы мог тогда подумать, что со временем простое увлечение гончарным делом перерастет в семейный бизнес. Я думаю, мы не будем терять время. Сразу приступим к мастер-классу. А что мы будем сегодня делать? Что вы хотите? Мы можем все. То есть любое изделие, если мы будем работать за гончарным кругом, то для новичков можно сделать любое изделие до 10 сантиметров примерно. То есть это вам будет подсела. Поэтому можно сделать кружечку, можно сделать просто какую-то маленькую вазочку, как горшочек. Да, давайте горшочек. Тогда вам нужно прийти к Полине. Полина, здравствуйте. Полина Широкова – профессиональный художник-керамист. Сразу усаживает меня за гончарный круг. Это механизированный инструмент для формирования посуды. Сама девушка родом из Санкт-Петербурга. С ней хозяйка мастерской Екатерина познакомилась в северной столице на мастер-классе и решила привезти в Наринмар. Теперь благодаря ей на севере лепят не только из снега. Ведь такие специалисты – на вес золота. Кроме того, что керамист-воятель, он еще должен быть алхимиком, теплотехником, физиком, химиком. И это далеко не полный спектр знаний. Еще приходится быть изыскателем. Не всякая глина может в дело пойти. Есть, конечно, свои профессиональные секреты. Но чтобы приготовить в домашних условиях тот же обыкновенный горшок, глину требуется вымачивать пару месяцев. Каждый раз отсеивать лишнее. У каждой глины свой характер. Это нужно учитывать. А сам процесс изготовления изделия – настоящее искусство. Для начала нам нужно наш кусочек глины превратить в шарик. Вот такими вот ударами. Это, наверное, еще, знаете, такой, как релакс, как сейчас модный, да? Лизуны. Да, только мы не мнем, а придеваем. Потому что если мы будем просто так мять глину, она у нас будет пересыпать. Вот на рамке, да? А вот этими ударами мы излагаемся от воздуха. Мы тут, чтобы она у нас была плотнее, чтобы она была удобнее кончайной. Сам контакт с глиной действительно можно сравнить с сеансом релаксации. Он способен снижать агрессию, гасить негативные эмоции, а также развивает мелкую моторику рук. После того, как мы подготовили материал, приступаем к не менее ответственному моменту. Смотрите, да? Так, для начала нам нужно наш этот вот шарик закрепить в центре круга, где вот эта вот точка, мы все силы роняем в середине души. Надо сюда попасть, да? Да. Если не попадете в середину, вам нападись. Прямо все игры в одном наборе. Вот, если не в центре, то мы просто поднимаем. Вот, продвинули, и можно еще так звуком подлипнуть. Окончарный круг у нас работает с помощью педали. Вот она у меня тут стоит. Я ее управляю, вот нажали. Круг включился. Не обязательно держать педаль, она начнет вращаться. Вот, ну, можно скорость регулировать. Главное при работе с окончарным кругом, это чтобы у нас локти были на коленях. Таким образом, нам будет проще держать глину на холе. И нам будут им часто мочить ручки, чтобы ушло скольжение, и глина по камне цеплялась. Вот, для начала нам нужно наш кусок глины закрепить на диске. И мы с силой сверху него придавливаем. Затем еще один этап – формовка или по-другому вытягивание стенок цилиндра. Для новичка это все равно, что научиться держать равновесие при обучении катанию на двухколесном велосипеде. Сначала мы делаем высоту нашего горшочка. У нас же сейчас здесь стеночки очень толстые. А площадочек должна быть где-то 5 мм. Вот. Что мы делаем? Мы будем сейчас это вытягивать, да? Левая рука у нас должна быть внутри, правая снаружи, как пальчики, как магнитики, вдруг напротив игрушки. Мы уже силу не применяем, а потихонечку гладим глину, да? И потихонечку вытягиваем наверх. Работа – это ювелирная. Бывает так, что изделие просто разрушается во время работы. Только теперь левой рукой я изнутри начинаю на себя чуть-чуть надавливать. Снизу потихонечку давлю и веду наверх. Видите, у нас немного начинает расширяться бочонок. Когда мы добились желаемых очертаний, то удаляем лишнюю глину с помощью струны или проволочки. Также изделие выравниваем с помощью ножа и деревянных лопаточек и срезаем специальной струной с круга. Не передумываем резко, что «А, нет, я хочу другим пальцем, иначе мы испортим». Все, здесь тоже нет права на ошибку, да? Как вы закручиваете? Красиво, ровненько, посмотрите, получилось. Горшок я выбрала не случайно, ведь на протяжении многих столетий он был главным кухонным сосудом в крестьянском обиходе, на кухнях горожан, а также в избах крестьян. Форма горшка не менялась во все время его существования, была хорошо приспособлена для приготовления еды в русской духовой печи, в которой горшки находились на одном уровне с горящими дровами. Горшочек готов, значит, самое время придать ему имидж. Полина, сейчас мы переходим к самому красивому моменту росписи нашего изделия. С чего начать нужно? Ну, во-первых, наши красочки, которые мы с вами будем пользоваться, называются ангобы. А ангоб – это у нас жидкая глина и пигмент. Поэтому мы можем наше сырое изделие, которое еще не обожжено, сразу же раскрашивать. Вот здесь у нас находятся вот пробнички. Перед тем, как красить любое изделие какими-то красками, всегда делаются пробники, чтобы посмотреть, как на какой глине влажаются краски. Вот это, которые шершавенькие, это наши краски обожженные на первый раз. То есть утильный обжиг. Вот эти вот блестящие уже поверхности – это уже политой обжиг с глазурью. То есть конечный результат, как будет выглядеть цвет. Вот это наша глина под глазурью. Ее натуральный цвет. То есть если мы хотим что-то оставить беленького такого цвета, то мы просто эту глину нашу не красим. Раньше на Руси горшки редко орнаментировались. Их украшением служили узкие круги. Или цепочка из неглубоких ямочек, треугольников, выдавленных вокруг венчика. Или на плечиках сосуда. Зато какие красочные были игрушки. Они из немногих народных промыслов, которые дотянули до века смартфонов, беспилотных машин и роботов. Древнейшие из найденных глиняных игрушек относятся еще к шестому веку. Путь от примитивных птичек-свистулек до удивительных предметов искусства они совершили не сразу. Роспись не терпит суеты. Для начала фигурку из глины просушивали, тем временем приготовили красители, разводя их на перекисшем квасе. Готовый краситель растирали на яйце. Красить игрушку начинали со светлых тонов, постепенно переходили к более темным, пока не создавали желаемый образ. В разных уголках России выработался узнаваемый почерк целых школ росписей глиняной игрушки. Наиболее известными стали филимоновские, каргопольские и дымковские игрушки, которую отличает богатая цветовая гамма. Преобладающие цвета, например, дымковские игрушки – это красный, синий, зеленый, желтый, где каждый элемент узора несет в себе конкретный смысл. Круги символизируют солнце, волнистые линии, воду. Точки изображают человеческие следы. Прекращенные прямые линии означают колодец. Эти символы очень древние. Впрочем, как и моя растительная роспись, любили народные мастера украшать изделия листьями винограда, земляники, ягоды смородины, кружевника и клюквы. Все готово у нас. Тогда сейчас мы поставим наше изделие в сушильный шкаф. Вот можно взять горшочек. Снизу, да, правильно? Вот. И вот на этот полочек можно поставить. Ну, это же еще не конечный этап, да? Да, он у нас полностью сейчас высохнет. Потом мы поставим в печь, оно там обожрется. При 1000 градусах мы вынем его, покроем прозрачной глазурью и опять отправим в печку. Оно там опять все обожжется, и мы достанем, будет готовый горшочек уже. Вот так выглядит муфельная печь. То есть печь, которую обжигают. Муфельная. Муфельная, да. Она у нас электрическая. Раньше они были на дровах дровяные печи, да? Можно поискать в интернете картинки. Проще один раз увидеть, чем услышать и описывать. А сейчас современные технологии позволяют это делать с помощью электричества. То есть это стало более доступным. Вот как раз таки еще говорит о том, что керамика у нас снова возрождается как ремесло. Появляется очень много товаров для керамистов, появляется много оборудования для керамистов. И вот печь в том числе. И вот так выглядит печь. Она у нас как бочонок. Есть вертикальные загрузки, есть горизонтальные загрузки. У нас вертикальные. Та печь у нас пока стоит, она горячая. А вот эту мы уже можем открыть. Сейчас, если мы увидим, там 127 градусов. Поэтому мы голыми руками туда не ползаем. Мы одеваем печатки. Берем дощечку, потому что изделия горячие. Да, ставим дощечку. И открываем. Ух ты. Прям целая сокровищница. Здесь у нас уже изделия с мастер-классов, которые покрыты глазурью. В этой печи каждые сутки ждут своего выхода в свет более 40 изделий, сделанных окружными малышами и взрослыми. Забрать сразу тарелочку или горшок домой не получится. Ведь простой обжиг в электрической печи занимает около суток. 8-10 часов нужно, чтобы нагреть керамику до необходимой температуры. И еще столько же печь отстывает. Вижу, ненецкие мотивы любят, да, такую тематику? Ну, мы вообще себя позиционируем как студия арктической керамики. Поэтому у нас вот изделия даже на мастер-классах, они эту тематику... Отображают. Сохраняют, да. То есть и люди как-то рисуют то, что им ближе. И мы, конечно, в своих коллекциях посуды, мы всегда стараемся иметь и держаться на этих темах. После всех процедур мастера отправляют изделия на деревянной полочке, где они ждут своих хозяев. Кстати, таких предметов каждые сутки выгружает более ста. А это значит, все-таки интерес к гончарному искусству у населения есть. И этот народный промысел будет жить. Интерес у людей есть. И это очень приятно. Потому что, на самом деле, мы когда планировали, мы все-таки вот как-то так не могли до конца предсказать это, потому что очень сложно. Мы начинали анализировать и такие прикинули. Вот примерно столько-то процентов нашего времени будет занимать мастер-классы, столько-то процентов будет изготовление изделий, столько-то процентов там еще какая-то активность. А у нас сейчас просто так получилось, что настолько интерес у людей высокий, что прям, ну, совсем по-другому. Не так, как у нас было в плане, да? Но от того не хуже, просто немножко по-другому работа строится. Не знаю, угаснет ли интерес со временем или нет, да? Это трудно предсказать. Катя, было вообще приятно поработать с вами. Незабываемое ощущение. Я желаю вам творческих успехов, чтобы интерес у людей не угасал. Всегда будет такой горячий, как вот ваша печка. Всего самого хорошего. Спасибо большое. С программой СиЮН еще придем к вам обязательно в следующий раз. Спасибо, Любовь. Ну, не только с программой СиЮН, мы будем ждать там в гости, и с детьми, и самостоятельно, и как угодно. Спасибо большое.